Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Своими деньгами, бюджетами и возможностями. В регионах введение QR-кодов это такая нагрузка на бизнес, которая будет неоправданной совершенно, потому что технология не работоспособна. Практика полутора лет уже показала, что ограничения на деятельность бизнеса практически не оказывают особого влияния на полный коронавирус. По мнению Усенко, более действенны ношение масок, дистанцирование и вакцинация. Программа Экономика. Брат главы правительства будет курировать в ОЗС работу с региональным бюджетом Сергея Чурина, руководителя Сильмаша, прошедшего в новый созыв. ОЗС избрали председателем комитета по бюджету. Возглавил он ранее и фракцию «Единой России» в ЗАГС-собрании. Эта партия получила все лидирующие должности в ОЗС, кроме одной. Председателем комитета по законодательству стал представитель ЛДПР Владимир Костин. Экономика. На 101 ФМ. В Кирове хотят найти бюджетные деньги на новые киоски, где предпринимателям взять средства на торговые объекты, которые бы соответствовали требованиям мэрии. Такой вопрос подняли предприниматели и глава города на депутатских слушаниях по изменению правил внешнего благоустройства города. Чиновники будут требовать, чтобы с 2023 года киоски соответствовали разработанным типовым дизайнам. Предприниматели говорят, что замена одной конструкции стоит до миллиона рублей. Они просят, чтобы такие вложения имело смысл делать, принимать схему размещения киосков на 7 лет, а не на 3, как сейчас. Чиновники пообещали рассмотреть этот вопрос, как и возможность финансовой поддержки владельцев торговых объектов. По словам начальника городского департамента экономно-развития и предпринимательства Евгения Рыбникова, в региональном Минпроме не исключают возможности привлечения к этому фонда поддержки предпринимательства. Через месяц депутатам Гордумы должны доложить о решениях по вопросу компенсации бизнесу. Завершение валютах. Официальный доллар на сегодня 72 рубля 57 копеек, евро стоит 84,17. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101ФМ